И напоследок в Тель-Авиве на этой неделе состоялся фестиваль израильских виноделов. В чем секрет хорошего вина и как правильно его оценивать, выяснял Александр Дашков. Винодельня, которую представляет Давид, существует уже более ста лет. Накопленный опыт и особые условия выращивания винограда в иудейских горах позволяют владельцу не только продавать вино в Израиле, но и экспортировать его в Россию и США. У нас удивительный климат. Наши виноградники расположены в горах. Зимой выпадает снег, виноград созревает медленнее, что придает вину более богатый цвет и особую сладость. На фестивале в Тель-Авиве широко известных брендов не найти. Вино здесь только от небольших частных виноделин. Ярон радует посетителей выставки хмелящим напитком. Процессом производства руководил лично от Идо. У хозяев небольших виноделин есть преимущество. Мы можем проверять каждую бутылку и бочку, так легче следить за качеством. В наш продукт мы вкладываем душу. Для производства вина в Израиле есть все необходимые условия. И различные виды почвы, и обилие солнца, и перепады температур. Не повезло лишь с соседями. Виноградник Дрора расположен вблизи границы с сектором газа. Год назад ракетные обстрелы боевиками Хамаса израильской территории поставили под вопрос и сбор урожая, и работу на винодельни. Да, у нас были проблемы. К нам никто не приезжал, чтобы купить вино. Но после окончания операции в Газе от покупателей не было отбоя. Народ Израиля нас не оставил. Слава Всевышнему, он дает нам пропитание. При этом, несмотря на давние традиции и профессионализм виноделов, потребление напитка из виноградной лозы в Израиле менее 8 литров в год на душу населения. Это в несколько раз меньше, чем в Европе и США. В Израиле народ любит вино, но культура его потребления гораздо ниже, чем в других странах, где этот напиток потребляют почти каждый день. Впрочем, в последние годы ситуация меняется в лучшую для винодела в сторону. По словам присутствующих на фестивале, одна из причин тому — репатриация из стран бывшего СССР. Многие русскоязычные граждане сохраняют страсть к потреблению алкоголя и на Ближнем Востоке. Все начали мы с потребления водки. Это не подходит к климатическим условиям Израиля. Мы перешли на вино, и все мои друзья уже давно не пьют водку, в основном употребляют вино. По своим качествам вино из Израиля ничуть не уступает винам европейским, уверен Ефим. Такого же мнения придерживается и Кармен, туристка из Испании. Фестиваль ей пришелся по душе. Я в Израиле не первый день. У вас тут в Тель-Авии очень приятная атмосфера. Можно расслабиться. Расслабиться посетителям помогает большой выбор вин на любой вкус. Терпкое каберне и бодрящий рислинг, нежное мерло и ароматный ширас. Кроме выпивки есть и закуска — сыры. Их тоже производят в Израиле. Чем не Европа. Здесь на фестивале представлена продукция более чем 20 виноделин. Всех не обойти, но атмосфера праздника ощущается и без этого. Вино, майский вечер, Тель-Авив. Александр Дашко, Владимир Саминский, Ефим Кучук. Специально для программы «Израиль за неделю». Лехаим! Такой была минувшая неделя. Спасибо, что этот час вы провели с нами. Увидимся в следующую субботу на телеканале РТВ. РТВ